Добрый день, друзья! Зрители, с вами Добрый Константин. Сегодня тема лекции. Выпрос следующая. Густая и жидкая мокрота. Это хорошо или плохо, когда много густой и жидкой мокроты человек отхаркивает, либо извергает из себя. Это хорошо. Почему? Потому что это своеобразное проявление иммунитета легким и бронхиальным деревом. Почему? Потому что именно слизь вырабатывается в легких и бронхиальном дереве. Если вам не понятно, что такое бронхиальное дерево, анатомия вам в помощь. Слизь либо мокрота бывает прозрачной, белой. Это нормально. Но когда уже начинает она желтеть, пожалуйста, обратите внимание на свой иммунитет прежде всего. Почему? Потому что это уже первый признак тех или иных наличия, ну, скажем так, вирусных, либо грибковых заболеваний. Почему? Потому что превращаясь в желтую уже, сильно желтую, в коричневую, даже в черную, это уже свидетельство о том, что легкие поражены теми или иными бактериями, либо грибками. В следствии чего может произвести та или иная заболевание, заболевание, которое может привести, прежде всего, к одышке, к задышке, к искривлению дыхания, к астматическому проявлению астмы той или иной. Вот что сопровождается легочной недостаточностью, что человеку необходимо. Ну, традиционно, западная медицина говорит, обратитесь к врачу. Правильно они говорят? Правильно. Пройдите к врачу, к терапевту, пусть он вас послушает, вот, сделает свои выводы, выпишет скородействующие, быстрые, скажем так, как-никак, антибиотики, которые что? Помогут вам на первом этапе. А когда они вам помогли, то дальше вы можете уже приступать к акупунктурным точкам, как ни странно это звучит. Почему нужно идти в больницу? Потому что вы запустили болезнь, которая уже что стала, развилась на физическом уровне, и уже на тонком уровне мы ее не сможем выгнать. Сразу же вы скажете, вот иглотерапевт-шарлатан, он мне не помог. Не помог, потому что вы запустили свою болезнь, свою физику, она получила физическую плоть, эта болезнь, и стала что, командовать вами? Она уже превратилась из тонкой энергии в грубую, в средстве чего вы виноваты, а не иглотерапевты. И вот когда вы уже подорвали, мокрота стала светлеть, стали набираться сил, дыхание вам в помощь, оно хорошо выводит мокроту, скажем так, и гармонизирует легкие в целом. Ну и точки акупунктуры точно так же вам в помощь. Необходимо провести диагностику 12 меридианов, так как множество меридианов контролируют легочную систему человека, в каком-нибудь состоянии. Человек не знает, что мы будем лечить, я не знаю. Потому диагностика 12 меридианов при тяжелых заболеваниях является неотъемлемой частью в акупунктуре. Кто этого не делает, я думаю, глупо поступает. Потому что, когда человек не сделал диагностику 12 меридианов, он не увидел, в каком состоянии все меридианы в раз, в каком состоянии общий энергетический баланс в два, в каком состоянии энергетика и не яни, как она течет сверху вниз или снизу вверх. Потому диагностика на первом этапе. Если диагностика показала общий избыток энергии, данная точка П1 Джунфу вам в помощь, она сможет что? Выводить ту избыточную энергию, которая скопилась и породила ту или иную черную слизь. Либо энергетика слабая, вялая, человек истощил с этой болезнью, что? Ему нужно что? Укрепить свою легочную систему. И данную точку П1 Джунфу нужно что? Тонизировать. Вследствие чего вы наладите свою густую, жидкую мокроту в нормальном состоянии, ваш иммунитет что? Увеличится, укрепится в несколько раз. Спасибо за внимание.